Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 19 главе книги пророка Иеремии. Эта глава достаточно краткая по сравнению с предыдущей и с последующими главами, и посвящена она вся целиком пророчеству о Гиене, о долине Яном. Речь идет о долине рядом с Иерусалимом, где приносились в жертву Ваалу новорожденные младенцы. Здесь культ Ваала процветал в самой, может быть, чудовищной, мерзкой форме, которую вообще можно только себе представить. И вот Господь обращается к Иеремии, говорит, «Пойди, купи себе кувшин, возьми старейшин и всяких там из народа, старейшин священнических, и выйди в эту самую долину сыновей Яномовых, и скажи им от имени Господа». Так говорит Господь Савов, Бог Израилев. «Я наведу бедствие на место сие, потому что вы оставили меня, потому что вы наполнили место сие кровью невинных, устроили высоты, чтобы сжигать сыновей своих, чего я не повелевал и не говорил». Значит, Бог сталкивается с необходимостью об этом напомнить. Вероятно, кто-нибудь в Иерусалиме говорил, «А, да все эти боги одинаковые, всем им нравятся человеческие жертвоприношения, ну и там Ваал это прямо говорит, ваш Бог Израилев этого прямо не говорит, все они одним миром мазаны». Господь поэтому через Иеремию свидетельствует, «Нет, я такого не повелевал и не заповедовал, это кривета на Бога». И это вы, израильтяне, иерусалимляне, кодите чужим богам и сожигаете сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, и поэтому это место будет теперь названо «Долиной убиения, и сделаю город сей ужасом и посмеянием». Вот, собственно, Бог говорит о том, что когда человеческая жизнь приносится в жертву, этот город и этот народ становятся ужасом и посмеянием. Причем, обратите внимание, никого не интересует, ради чего, с какими потребностями, просьбами или геостратегическими задачами приносились эти жертвы Ваалу, даже если эти задачи были весьма возвышены. Об этом просто не идет разговора. Это вообще не имеет значения. Вы можете какими угодно благовидными предлогами прикрывать свое кровопийство, но человеческая жизнь не должна приноситься в жертву. Бог этого не заповедовал. Она важнее всего. важнее, чем все, что может только прийти в голову. И там, где мы жертвуем чужими жизнями, да, город сей становится ужасом и посмеянием. И так было, так есть и так будет, потому что это правда Божья. И вот Господь говорит Иеремии, вот ты принес кувшин, разбей кувшин перед глазами всех тех, кого ты собрал. И скажи, так сокрушу я народ сей и город сей. глиняный кувшин, разбитый, его уже не восстановить. По крайней мере, в те времена не существует технологии склейки черепков. И разбил кувшин, значит, все, он разбился. Мы теперь говорим примерно то же самое словами, фарш невозможно провернуть назад. Этот самый сосуд сокрушен и уже не может быть восстановлен, говорит Господь. Поэтому нечистота этой долины убиения затрагивает весь Иерусалим и в конечном итоге становится причиной неотвратимого гнева Божьего. Неотвратимого. Так я сокрушу народ сей. И еще раз уже в последних стихах главы Господь повторяет, что Он обязательно наведет на город сей то бедствие, которое Он изрек. И это обязательно совершится, обязательно произойдет, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих.